Всем привет! И ты смотришь Puzzle English. Сегодня предлагаю поговорить об идиомах, мое любимое, но сегодня будем говорить о тех, которые очень странно звучат. То есть, если переводить дословно, думаешь вообще про каких таких зайг речь, что это, зачем это, кого позвать. Но, как только узнаешь значение, понимаешь, что, во-первых, совершенно они никак не связаны с тем, что написано. Ну и мне кажется, это очень забавно и интересно. Начнем с as cool as a cucumber. Давай разбираться. Дословно cool у нас либо клевый, либо холодный. Cucumber – это огурец. As cool as a cucumber – холодный, как огурец. О чем это вообще? Это когда человек спокойный, как удав, мы говорим. Невозмутимый, спокойный. Не обязательно по жизни, может, в какой-то ситуации, что ты говоришь You were as cool as a cucumber that evening. То есть, человек как-то не показал никакого волнения, был очень спокоен. Дальше. To kick the bucket – пнуть ведро. Вот как ты думаешь, что означает выражение пнуть ведро? Означает оно только одно – умереть. Если кто-то kick the bucket – все, человек умер. Сюда же у нас идет bucket list. Наверняка слышал это выражение. Bucket list – это как раз твой список каких-то дел, хотелок, которые ты обязательно хочешь сделать в этой жизни. Не перед тем, а до того, как умрешь. Вот у кого-то... What's on your bucket list? Если тебя спросят, то наверняка это какие-то, не знаю, прыгнуть с парашютом, поехать на Machu Picchu. У кого чего? И сюда же, раз уж мы начали эту позитивную тему про смерть, наверняка помнишь песню группы Queen, где есть строчка Another one bites the dust. What bites the dust, что дословно переводится как укусить пыль, это тоже умереть. Либо еще может означать провалиться что-то, профакапить, как это? Ну, в общем, потерпеть неудачу в каком-то деле. Так, следующее два выражения связаны с сердцем, а в русском языке есть эквиваленты обоим выражениям. Первое... Это означает, что у тебя душа нараспашку. То есть ты можешь сказать... Я такой человек, у меня душа нараспашку, со мной все сразу понятно. Следующее выражение тоже с сердцем. Когда у тебя сердце во рту. Мы по-русски думаем опять про душу, и у нас в обратную сторону. У нас душа уходит в пятки, а у них сердце в рот. То есть когда тебе очень страшно, так что у тебя подпрыгивает сердце, и оно вот здесь. My heart was in my mouth when I opened that door. Да, у меня душа уходила в пятки, когда я открыла эту дверь. Дальше выражение, которое меня лично всегда повергало в какое-то недоумение, и для меня нету этой ассоциации, я не понимаю, почему так. Like a house on fire. House on fire, дом в огне, пожар. Это что-то плохое, правильно? Неправильно. To get on like a house on fire. Это выражение, как правило, идет вот в связке с get on. Это когда ты с кем-то так хорошо ладишь, как мы говорим по-русски, как ниточка с иголочкой. Прямо вот у вас настолько интерес общий. Поговоритесь, о чем вы прямо вот так вот. Сначала было тяжело, но сейчас мы ладим вот прямо... Вот это такое значение. Еще выражение есть. Don't give up your day job. Если кто-то говорит тебе don't give up your day job, этот человек над тобой сейчас стебется. Это саркастическое выражение, которое говорит, ну, не бросай свою основную работу. Как правило, в контексте... Вот, допустим, я музыкант, да? Но я работаю на радио. Это моя основная работа. Вот если я кому-то... Если я играю что-нибудь или пою, или кому-то песню показываю, человек мне говорит don't give up your day job, это означает, что я либо плохо пою, либо хреновый музыкант, потому что человек мне говорит, ты знаешь, не бросай свою работу, не надо, вот это вот все... То есть, вот такой смысл. Если кто-то тебе скажет, что это выражение, это не очень хорошо, скажем так. Дальше выражение, которое было точно у меня уже 15 раз. Оно мне очень нравится. Break a leg. Сломать ногу. И наверняка ты знаешь, что оно значит, но если нет, это когда ты желаешь кому-то удачи перед выступлением, спектаклем, может какая-то презентация у тебя, да, какой-то вот эта вот история. Ни пух, ни пира не совсем сюда подходит, потому что это все-таки не про удачу. Хотя, хотя может быть. Это больше про какие-то вот выступления, какие-то концерты, что-то такое. Следующее выражение может быть еще и с короговоркой. Pot calling the kettle black. А теперь попробую быстро сказать. Pot calling the kettle black. Pot calling the kettle black. Если дословно переводить, горшок называет чайник черным. Что это значит? Exactly. Это означает, по-русски я бы перевела на себя посмотри, или а кто бы говорил. Это в таком контексте. Вот тебе кто-то говорит, вот ты все время ноешь, ты такая негативная, все тебе не так, и ты отвечаешь Pot calling the kettle black. Типа сама-то что? Сама все время ноешь. То есть тебе даже не обязательно пояснять уже вот эта фраза как раз вот это означает. На себя посмотри. И последнее на сегодня выражение. To have a bone to pick with someone. Про кости, про обмусоливание костей с кем-то. Что-то вот такое. To pick a bone. To have a bone to pick with someone. В друзьях такое было. Там был эпизод, где Рэйчел нужно было посидеть с сыном Росса. И она в его присутствии сказала пару ругательных слов. Типа crap. Вот это вот все. И ребенок начал это повторять. Рэйчел такая, о боже. Ну и все, свалила, ребенка оставила. Росс, естественно, в течение дня общается с сыном. Сын начинает все это говорить. И Росс приходит к Рэйчел, стучит в дверь, открывает ее и говорит Rachel, I have a bone to pick with you. Это когда человек пришел к тебе обсуждать какое-то, ему кажется, что ты накосячил, какую-то неприятную ситуацию, которую ты создал. Вот у тебя какой-то был косяк, какую-то ты проблему создал, человек к тебе пришел разбираться. Вот эти вот разборки. Это to have a bone to pick with someone. Ну что ж, спасибо большое за внимание и учи английский с Puzzle English. It's a party anymore, a leading animal, you'll never let you die, but come on, let's arrive along the way. No one is gonna die.